Паводковая вода все еще не ушла из Топчихинского, Волчихинского, Тальменского районов. Здесь по-прежнему сосредоточено почти полторы тысячи спасателей, 510 единиц техники и 54 плавсредства. В минувшие выходные сложная обстановка была в Тальменском районе. Дополнительные подразделения МЧС России перебросили туда. После ликвидации затора на реке Чумыш уровень воды в реке снизился, но по-прежнему подтоплены несколько домов и дворовых территорий, сообщает комсомольская правда Барнаул. В ближайшее время в связи с ростом уровня воды в Аби силы спасателей перебросят ближе к барнаульскому поселку Затон, а также в Камень на Аби и Шилоболихинский район. Алтайских аграриев просят сократить пассивы гречки почти в два раза, пишут журналисты Политсибру. Оказывается, в году минувшем ее урожай был настолько велик, что запасов хватит еще и на весь 2019 год. В связи с этим крупа практически в три раза подешевела. Теперь власти региона просят аграриев сократить объемы посевных площадей. Увлекаться гречихой нашим аграриям не рекомендовал первый заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов. Такие объемы не то что Россия, но и другие территории не в состоянии потребить, заявил он. Сложная ценовая ситуация на рынке складывается и по пшенице, причем это тоже связано с большими объемами урожая. Корь вернулась на Алтай, пишут журналисты бийского рабочего, и напоминают об опасности заболевания этой инфекцией. Не так давно в краевой столице было зарегистрировано три случая. Причем источником оказался житель Барнаула, который привез болезнь из-за рубежа. Корреспондент бийского рабочего со ссылкой на Роспотребнадзор настоятельно рекомендует всем жителям края привиться от кори. Отсутствие прививок даже у незначительной части населения может способствовать распространению инфекции. К примеру, если в подъезде многоквартирного дома хотя бы один человек заболеет этой инфекцией, контактными будут считаться все жильцы. Татьяна Голубева, Наши новости.